Уважаемые организаторы конференции и уважаемые участники, разрешите поприветствовать вас. Конференция посвящена очень важной теме и благодарю за возможность выступить на такой авторитетной конференции. 75 лет назад завершилось самое значимое судебное разбирательство в истории человечества. Нюрнбергский процесс. Он приобрел всемирно историческое значение, как первое и по сей день крупнейшее правовой акт, правовой процесс объединенных наций. Важно, что были осуждены не только преступники, политики и военные преступники, но и была осуждена сама политическая система, которая проповедовала нацизм, мировое господство, идеи расового превосходства одних над другими, геноцида, разрушений и ограбления культуры и экономики других стран. Приговор международного военного трибунала, признавшего агрессию тягчайшим международным преступлением и сурово покаравшего агрессоров, признан как приговор истории. Очень важно, что агрессоры, люди, которые проповедовали нацизм, которые проповедовали античеловеческие идеи, были осуждены. Осуждены перед лицом истории, судом истории. Ведь именно безнаказанность до того совершенных геноцидов и агрессии, она подтолкнула Гитлера к новому античеловеческому произволу античеловеческой идеологии. Сам Гитлер говорил, что кто сейчас вспоминает о геноциде армян. Действительно, это безнаказанность, которая подвинула Гитлера к античеловеческим преступлениям. Нюрнбергский процесс, он сказал, что стоп, преступники, люди, которые античеловеческую идеологию возвели в ранг государственный, они должны быть наказаны. Нюрнберг – это суд народов. Нюрнберг – это конец колониальному мироустройству. Создание ООН, которому и привели, в том числе и процессы Международного военного трибунала, идеи свободы, идеи равенства народов, права наций на самоопределение. Все эти идеи вошли в устав ООН. К сожалению, в последнее время все чаще мы слышим от некоторых политических деятелей, что организация Объединенных Наций как бы устарела и уже не действует. Другое дело, что некоторые пытаются вставлять палки в колеса тем идеям свободы равенства народов, самоопределения народов, которые записаны в уставе ООН. Дело дошло до того, что совершенно недавно президент Турции Эрдуган заявил о том, что надо пересмотреть и Совет Безопасности ООН, так как он считает, что это совершенно несправедливый орган и несправедливое устройство ООН. Кроме того, активно идет пересмотр истории. Преступники начинают обелять их деяния, причем в том же Евросоюзе, который и подвергся вместе с нашей страной, Советским Союзом, агрессии. Некоторые пытаются умолить роль Советского Союза, главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в разгроме нацизма и в организации Нюрнбергского процесса, также главенствующую роль играл Советский Союз. Так вот, пересмотр истории, он может быть очень чреват. Обеление военных преступников может обернуться бумерангом для тех людей, и тех стран, и тех политиков, которые сегодня заняты этим нечистоплотным делом. Некоторые считают уже и громогласно заявляют на Западе, что надо пересмотреть ялтинские договоренности, постдамское мироустройство, надо пересмотреть решение итоги Второй мировой войны, и надо за основу брать победу Запада в холодной войне. Действительно, мы должны признать, что в холодной войне наша общая страна, Советский Союз, конечно, потерпел поражение, но это не значит, что это может стать поводом для того, чтобы пересматривать итоги Второй мировой войны, и пересматривать итоги Нюрнбергского процесса. Нюрнбергский процесс часто называют Нюрнбергским эпилогом. В том смысле, что была надежда на то, что этим процессом будет поставлена точка. Конец войнам, конец насилию, будет восторжествовать право нации на самоопределение, свобода народов, равенство народов, невмешательство в дела других государств и других народов, в мире установится свобода. К сожалению, это не так. Зло снова возрождается. Возрождается попытками навязать волю одних народов и стран другим, подавить право нации на самоопределение, подавить право людей жить свободно, жить там, где они хотят, жить в той стране, в которой они хотят, подавить волеизлияние, опять возродить колониальную систему, когда одни, которые почему-то считают себя в праве, навязывать свою волю другим народам и пытаются править другими народами. То же самое мы сегодня понимаем, что происходит вокруг Крыма, где и сейчас проходит конференция. Ведь Крым — это люди, которые, это народ, который на референдуме высказал свою точку зрения, высказал свою волю, высказал свое пожелание, что он хочет воссоединиться с Россией. Это был референдум свободный, волеизлияние людей было свободным, и люди, крымчане, решили, как им жить в будущем. Поэтому то, что сейчас происходит вокруг Крыма, безусловно, вот эта попытка поработить народ Крыма, заставить его жить не так, как он сам хочет, опять-таки, это нарушение тех идей, тех посылов и тех, вошедших в международное право, в основу международного права постулатов о свободе народов и самоопределении народов, которые нам заобещал Нюрненбергский процесс. В данной ситуации, для того, чтобы остановить попытки насилия над народами, попытки порабощения народов, я считаю, что надо думать и действовать в направлении создания нового союза на евразийской, общей нашей постсоветской территории, на нового союза, основанной на евразийской, идеологической основе, на евразийской цивилизации, на победе идей свободы над порабощением, над победе идей равенства народов, над теми идеями, которые проповедовал нацизм. Я желаю удачного проведения конференции и еще раз благодарю за возможность выступить. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok